Скажите, обувь его есть? Вот, вот эти вот, ну, это последние, которые, ну... На себя вправо или влево? Нет. В общем, все работает. Здесь 220 вольт подводится. То есть, короче, история такая. Программисты немножко сумасшедшие люди, которым нужен нам вызов. Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. У нас сегодня немного странный скринкаст, да и не скринкаст, это вовсе. Вообще, давно я не брал я в руки шашки, я решил поснимать. Мы едем в дата-центр. Там у меня назначена встреча с двумя забавными ребятами, которые в очередной раз наполнили меня оптимизмом, типа, все у нас получится. Свод непростой, прямо скажем, сервера там стоят реально в жидкости, но вы все это увидите. Вот, но про цвет мы будем рассказывать, я буду рассказывать чуть позже. А пока про лизуалерт, потому что все на самом деле закрутилось вокруг нее. Года два назад я ездил снимать одно из множества поисковых операций Лизы Аллер для одного издания. Съемка тогда никуда не пошла, сейчас я решил сдуть с нее пыль. Это штаб. Буквально в чистом поле назначается точка, и туда съезжаются волонтеры. Далее площадь поиска разбивается на квадраты, волонтеры разбиваются на группы, их переписывают, дают рации, и они работают на отклик или на крик. Я уже забыл терминологию. Но помню, что объект поиска называется потеряшкой. Ну то есть группа обходит квадраты и кричит, ждет отклика. Ну и плюс осуществляет визуальный осмотр. Соседняя группа обходит соседние квадраты и так далее. А вот это, кстати, приехали МЧС, три человека. Но в поиске они все-таки поучаствовали, но им тоже выдали квадрат. Мы, кстати, выбрали беспроигрышный, как нам казалось, вариант. Мы пошли с собакой. На этом выезде была одна собака, настоящая, розыскная. Хозяйка, естественно, тоже волонтер. Вообще на поиске появляется какой-то азарт. Хочется быть именно в той группе, которая найдет. Но часа через три по рации объявили, что потеряшка найден. Живой. Изначально он просто пошел за грибами. И вот если бы тогда меня спросили, а что можно улучшить в этой ситуации, я бы, наверное, не придумал. Ну, можно использовать больше людей, конечно, для поисков. Ну, и, собственно, все, да. То есть как можно улучшить работу Лизы Аллер? Ну, нагнать больше народу в качестве волонтеров. Но на самом деле есть же коптеры, и они, как известно, летают. Но они привозят гору фотографий, и для человека отсмотреть там 4, 5, 6 тысяч фотографий, в общем-то, сложно. И найти человека, который снят сквозь листву, там, в расфокусе, ну, в общем, можно пропустить, в любом случае глаза устают. Для человека сложно, для нейросети 4 тысячи фотографий вообще не показатель. И, собственно, поэтому мы и едем в дата-центр. Но сначала я хочу еще раз переместиться во времени и пространстве, теперь уже в Петербург, где в феврале этого года проходил хакатон теплицы. Нет, это не хакатон, это вечеринка после хакатона. Но тоже интересно. А вот хакатон. Вообще изначально хакатон – это командное соревнование программистов, которые собираются, разбиваются на группы и должны за выходные выдать какой-нибудь продукт, какое-нибудь приложение или сервис. Потом жюри оценивает работу и выбирает победителя, и победитель получает денежный приз на доработку продукта. Непосредственно этот хакатон теплица устраивала совместно с новой газетой. Это наш хакатон первый, который мы проводим вместе вообще либо с какими-то партнерами, в данном случае теплица социальных технологий. Вот, объединились, потому что теплица работает с НКО. У теплицы есть проект IT-волонтер, то есть она связана с IT-сообществом. Новая газета общается с НКО, с общественниками. Мы решили соединить два этих ресурса в один большой проект, чтобы они помогали друг другу, потому что в реальной жизни НКО и IT-специалисты работают в разных плоскостях, то есть между собой практически не пересекаются. Победила на этом хакатоне команда Лакмус. Два человека из Москвы, один из Санкт-Петербурга, которые придумали и разработали сервис по обработке фотографий с дронов на поисковых операциях Лизы Алерт. Идея в том, чтобы полностью устранить человека и передать все функции нейросети. До появления разработки на то, чтобы отсмотреть 4000 фотографий, требовалось 10 человек и до 8 часов времени. На хакатон программисты приехали с обученной нейросетью, которой требовался достаточно мощный компьютер и около часа. С хакатона программисты уехали с обновленным интерфейсом, приложением, которое обрабатывало 4000 фотографий за 25 минут и работало практически на любом ноутбуке. А еще с денежным призом, который пошел на дальнейшее усовершенствование приложения. И, собственно, к этим двум программистам мы сейчас и едем. А едем мы в дата-центр, потому что обученная нейросеть работает на любых мощностях, вплоть до мобильного телефона. А вот обучение требует огромных мощностей, нужны ЦОДы, Центр обработки данных. Это требует серьезных ресурсов, в том числе финансовых. У ребят из Лакмус их, естественно, нет. Зато есть люди, которые понимают, что потеряшек надо искать. И если ты владелец ЦОДа, вычислительные мощности приходится предоставлять бесплатно. Ну и все. Получается, что волонтеры-поисковики ищут людей. Волонтеры-программисты разрабатывают для них программное обеспечение, которое помогает искать людей. Волонтеры, правильнее сказать, благотворители предоставляют для них мощности для того, чтобы помогать программистам разрабатывать программное обеспечение. В общем, все работает. Ну, единственное, обидно, что все это происходит бесплатно, а государство у нас выделяет огромные средства, в том числе на поиск людей. Но это не важно. Вот. Важно, что мы, в общем-то, уже практически подъезжаем к Digital Technology and Lab, собственно, конторе, в которой у нас назначена встреча с двумя этими замечательными программистами. И до сигнала. Спасибо. Запеклось. Спасибо огромное. А это потом снимется? Да, конечно. Мне сейчас починка. Мне кажется, что вот это самое хай-текшн. Нет. Нет, хай-текшн что-то дальше. Это оборудование, которое сейчас сотни клиентов не пользуются в данный момент. Сотни? Сотни. А кто-то говорил, что это прямо у вас, как у вас. Нет, сотни имеют в виду пользуются нашим оборудованием. Не имерзии, а нашим. Клиенты подключаются удаленно к серверам, арендуют мощности по времени. И таких клиентов может быть много, потому что серверов здесь много, плюс виртуализация. И все это дело имеет жидкость на охлаждении. То есть здесь тепло отводится максимально эффективным способом. Здесь примерно сейчас погружено, ну, где-то, наверное, 70 утюгов. Сюда вы как попали? Сюда мы попали как раз после осеннего Кукатона в 2019 году. Я просто заходил в само помещение и увидел, грубо говоря, чан, в который погружался сервер. Действительно. То есть у них там была развернута демонстрационная стойка. У них была такая небольшая ланночка и сервер, который можно было сюда окунуть. Естественно, меня как айтишник отшатировало. Ты, естественно, окунул сервер сразу. А может, это было чужорче, то есть ты к тебе подходишь такой, сервер опускаешься. Я, естественно, удивился, как бы, и мы начали беседовать с представителями данного дата-центра. Мы просто говорили с ними встретиться попозже и отдельно обсудить и саму технологию, и, как бы, возможность произведения наших каких-то вычислений, которые у нас достаточно тяжелые, и нам, как бы, необходимо место, где мы могли бы считаться. Смотрите, здесь 220 вольт подводится. Жидкости теоретически 220 вольт, и она теоретически должна воротить, ну, как нормальная вода, и 220 вольт гонять. Да, но эта диэлектрическая жидкость, она абсолютно диэлектрическая, то есть она не проводит вообще. Не проводит электричество. Да. Вот если вот представить себе объем вычислений общий, который выдают, вот прям загоняем сюда, короче, нейронку какую-то, да, то есть от начала до конца, и вот, вот, все это вместе считаем, значит, нейронку. Вот мы представили, сколько здесь вычислительных мощностей. Вот стойках с воздушным охлаждением, сколько бы таких стояло стоить? Десять. Вот если вы придете, например, ну, к примеру, конкуренту, я спросил, да. Десять. Тогда, ну, ладно, ну, такой вопрос. Я уже, ребятам задал, и буду при этом услышать, честно, а ты объясняешь? Какая вообще компоматия? Зачем вы ее делаете? Достаточно непростой вопрос, но на самом деле, в первую очередь, это действительно помогает спасать людей. Есть подтверждение от одиночных пилотов, которые там, допустим, использовали, и действительно нейросеть нашла потеряшку. Я, как человек с достаточно большим туристическим прошлом, для меня эта проблема, она не сторонняя. Поэтому, как бы, здесь, наверное, на первое место такой мотив поставлю, затем уже, естественно, профессиональное развитие в плане компьютерного зрения. Потому что задача, на самом деле, она очень специфичная. Настолько специфичная, что нам пришлось самим собирать данные. То есть, готового дата-сета под этого дела не было. Мы сами собирали по крупицам данные, на которых учили нейросеть. И это, как бы, действительно, очень, на самом деле, технологический вызов. Очень большой, очень серьезный технологический вызов, который просто хочется подойти и как-то, допустим, его решить. Короче, я понял. Это первое. Второе. Так как это открытый open-source проект, то под него собирается большое количество людей и специалистов в этой области, с которыми можно пообщаться или, например, подмениться опытом, или провести, сделать какой-то свой свелый эксперимент, который ты, например, не можешь сделать на работе. Я тоже на работе занимаюсь компьютерным зрением, но, например, не всякую архитектуру я могу туда пихнуть. То есть, короче, история такая. Программисты немножко сумасшедшие люди, которым нужен вызов. Да, да. И если будет вызов, то они бесплатно будут. Ну, бесплатно, это, наверное, громкое слово, потому что, как бы, наверное, здесь не бесплатно, здесь для развития, может быть, даже, я добавлю другое громкое слово, человечество. Возможно, да. Ну и все. Очень приятные, конечно, люди. Вообще, я пока делал сюжет, часто употреблял слово уникальный. Уникальная разработка, уникальные люди, там, не знаю, уникальный дата-центр. Вообще, у нас страна уникальных людей. Вот, я попал в этот раз в лесной пожар на море. Мы стояли, там, где мы стояли, это место горело за неделю до Утреша. Вот. Ну и, в общем, МЧС приехали примерно через 6 часов, когда мы пожар остановили. Вот на Утреше, кстати, пожар не остановили, мы остановили пожар. Вот, часов, наверное, 6 или 8, мы перетаскали несколько тонн воды из моря. Ну, в общем, тоже уникальная технология тушения пожара. Кому-то, наверное, это не очень нравится, то, что должно делать государство, делают люди. Но зато какие это люди. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Если нравится, ставьте лайки. И я, наверное, еще бы поснимал подобные сюжеты, потому что в нашей стране можно снимать много сюжетов про уникальных людей. Все, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok